Небольшой пятачок земли, почти шесть сотен квадратных метров в районе Улишей в Саратове. Сейчас это не просто строительная площадка, а место, где уже несколько месяцев кипят нешуточные страсти. С одной стороны бизнес, который ведет борьбу за свои законные интересы, с другой муниципалитет, который намерен изъять землю у предпринимателей. В 2019 году было получено разрешение на строительство двухэтажного строения. Прежде чем получить разрешение, согласовали проекты, сделали экспертизы, утвердили проекты по поводу подключения электроэнергии, воды и так далее. И занимались освоением данного земельного участка в соответствии с разрешением. Юридических нарушений, связанных с то, что там какое-то нецелевое использование земельного участка, там выход за выделенный земельный участок по строительству. То есть этих никаких вопросов, нарушений нет. То есть со стороны проверяющих органов к нам вопросов нет. В планах инвесторов было возвести на Улишах дом быта, благоустроить прилегающую территорию, провести озеленение. Но беда пришла откуда не ждали. В конце прошлого года мэрия вынесла на публичное обсуждение вопрос строительства в микрорайоне ливневой канализации. Проект постановления глава Саратова Михаил Исаев подписал 26 ноября. Согласно опубликованным документам, участок с незавершенным строительством подлежит изъятию. Строительство новой ливневки – это очень большие деньги, когда можно сделать, допустим, ту же старую ливневку просто, которая не проходит по данному земельному участку. Предприниматели удивлены нерациональным подходом чиновников в непростой для всей экономики ситуации обременять городской бюджет излишними тратами. Инвесторы также полагают, что на позицию мэрии влияет и третья сила. Небольшая группа активистов, которые активно мешают реализации проекта. Вот и на этой неделе встреча граждан с чиновниками и предпринимателями, организованной прокуратурой, вылилась в поток обвинений и оскорблений в сторону бизнеса. Застройщик у нас подошел? Да. Здрасте. 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 Асан Николаевич Мосяков, подводитель отдела прокуратуры. Адвокат, представитель Саратовской строительной компании. Мы все собрались. Вопрос к прокуратуре. Насколько я понимаю, этот земельный участок был когда-то выделен областным комитетом в восьмом году. Не городским областным? Областным, да. И вот у нас нет, к сожалению, данных, на каком основании он был выделен. Потому что, как мне известно, область не имеет права распоряжаться городскими землями. Как именно принималось это решение? Естественно, у нас не будет этой информации. Документы, на основании которых он выставлялся земельный участок, выписал наочные органы и в указанный период, соответственно, данный орган распоряжался земельным участком на территории муниципального образования. Воследствии, подномочия были переданы органам местного управления. И, соответственно, к тому моменту, когда застройщик обратился в орган местного управления за получением разрешительной документации, право на земельный участок у него уже имелось. И основание оспаривать это право органов местного управления. Расскажите, пожалуйста, о предостроительном плане предусмотрено наличие каких-либо коммуникаций на земельном участке из-за застройки? Нет, они не знали проекта. Не знали. Давайте я вам просто отвечу как в общий порядок, не относительно даже данного земельного участка. Я вам сейчас отвечу в принципе, что предостроительный план, он выдается как информационный документ на земельный участок. Если даже имеются какие-либо коммуникации, то при подготовке проектной документации непосредственности для разрешения на строительство берутся тех условия о выносе коммуникации земельного участка. Начнем с того, что данный земельный участок используется в соответствии с разрешительной документацией. Все проекты по подключению коммуникации, все были согласованы. Вода, электричество, и были проекты утверждены, согласованы. Вопросов у этих организаций поставщиков нет. Вы конкретно спрашиваете, дайте нам разрешение. Где вы пришли на встречу? Вот там вот на входе есть номер разрешения, можете вписать. Он ничего не знает, даже... Да дадим нам содержание, содержание, бумажку покажите нам, в котором написано, что Петру Петровичу выделенет земля, папа телехосугодия или что? Дайте эту бумагу. Мы в ближайшее время ознакомим представителя общественности. Не надо представить, не всех ознакомьте. Выкладывайте прямо у нас на сайте. А какая позиция вообще ваша гражданская в этом вопросе? Вы разбираетесь уже 9 год. Я сейчас предлагаю свою позицию как без основного лица. Отвечаю на ваш вопрос. Сейчас уже вы мне предоставили такую возможность. При проведении проверки нарушений земельного законодательства установлено не было. Как же не было без общественных слушаний здесь? Хорошо. Не дождите, разрешите, я до конца все-таки отвечу. Учитывая довод о том, что не были проведены публичные слушания, я повторюсь, мы вернемся к этому вопросу и дадим оценку с точки зрения необходимости. Разрешение строительства... Варя, иди сюда, Варя. Я без очков. А у вас есть документы, само вот это постановление о предоставлении вам в аренду участка? Договор аренды, да, есть. А расскажите, что это позволит открыть? Разрешение строительства... А помимо этого, что здесь есть еще? Помимо, разрешение строительства выдается после того, когда все документы были собраны, подготовлены, была экспертиза, проект согласованный. Земля городская. На каком основании область предоставляла? Я вот это вам... Вот это я не занимался предоставлением земельного, это к администрации вопрос. Не к правительству, я не знаю. Хоть данный факт к сегодняшней судьбе участка не имеет, стоит напомнить, что в 2006 году областная дума передала право распоряжения землей в Саратове региону. Обратное решение было принято лишь в сентябре 2009-го. Что касается бизнеса, о поддержке которого сейчас заявляют на всех уровнях власти, то очередной скандал скорее говорит о том, что чиновники в Саратове этих призывов не слышат. Но сами предприниматели мириться с происходящим не собираются. Распоряжения об изъятии земельного участка нету, но как бы нам устно говоря, что такой возможен вариант об изъятии. Но мы будем, естественно, пытаться защищать всеми возможными способами, предоставленными законодательством по поводу своих интересов тоже. Потому что зачем тогда выдавать разрешение, чтобы потом забирать земельный участок, когда уже туда вложены средства.